«И проповедано будет сии Евангелие Царствия во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец», сказал Иисус Христос в знаменитой 24 главе Матфея. Переселившись из далекой страны и живя в очень тревожное время, с годами мы оказались в другом обществе, хотя название страны не изменилось. Духовно говоря, Америка резко и на наших собственных глазах, друзья мои, сдала очередные позиции святости, праведности и здравомыслия, то есть библейских принципов построения здорового общества. Посмотрите, как злорадствуют садомляне, получив права на всех уровнях власти, торжествуя легализацией их извращенного образа жизни. «Воинствующие безбожники, без стыда и совести, поправ всякие нормы человечности, жгут города, разрушая и круша на своем пути все и вся, даже убивая правоохранителей, бесчинствуя, остаются вместе с тем безнаказанными». Разве это не показатель постепенной деградации общества? Писание говорит нам, ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления и вот ужасы. В Иеремии написано, в 8 главе, кстати. Я приведу несколько примеров признаков последнего времени, о чем Писание говорит нам очень конкретно и определенно. «Войны и кровопролитие, природные катаклизмы, неожиданные явления в атмосфере, преследование и ненависть к истинным христианам, гонение на истинных христиан, множество лжепророков, лжеучителей, умножение беззакония, падение морали, экономический хаос, социальные потрясения, самолюбивое, надменное и гордое поколение и вместе с тем последняя повсеместная проповедь Евангелия». Также вместе с тем, друзья мои, все происходящее не является причиной для уныния или еще чего доброго, или чего хуже для страха. Напротив, Господь предостерег свою церковь о том, что в мире будете иметь скорбь, но умножайтесь, я победил мир. В другом месте он говорит, да не смущается ваше сердце и да не устрашается. Наш Господь указал о последнем времени, о его признаках, включив в свое обращение и духовное состояние Америки. Написано тогда, восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. В Луке 21 главе написано. Ниже в этой же главе он сказал, «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь». Нам с вами, друзья мои, надлежит еще очень много сделать для Господа. В той мере, в какой мы должны делать Божьи дела, каждый из нас может участвовать в великом деле проповеди Евангелия. Кстати, апостол Павел, обращаясь к последователям Евангелия, говорит, вы показываете собой, что вы письмо Христову. Во втором Коринфянам он говорит. Только подумать о том, что сам Господь в каждом из нас посылает свое письмо в этот мир. И читая нас, и видя в нас самого Христа, окружающие нас люди должны видеть притягательную силу Его Слова, которое может изменить любую ситуацию в их жизни. Без сомнения то, что без Бога в лице Иисуса Христа, Спасителя мира, этот мир обречен на погибель. От чистого сердца, друзья мои, благодарим каждого из вас за ту помощь, которую вы оказываете вашими молитвами и вашей финансовой поддержкой. Молимся о Господнем водительстве, Его обеспечении также в ваших семьях, Его охраны в ваших домах. Получая также множество молитвенных нуж, мы молимся о вас и о ваших семьях, будучи предстоятельными за вас, пред Его лицом. Да благословит вас Господь!